Тандыр 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 это восточная кировническая печь, которая имеет тысячелетнюю историю. Изготавливается тандыр из шамотной глины. При изготовлении в глину добавляется овечья шерсть. Все это делается для того, чтобы создать очень высокую теплоемкость стенок. Потому что приготовление в тандыре осуществляется за счет очень высокой теплоотдачи стен, а не за счет углей, как в мангале. Тандыр протапливается, стены набирают очень большое количество тепла. И потом, когда мы начинаем готовить, сам процесс приготовления происходит за счет того, что тандыр отдает от своих стенок очень много тепла. Тандыры бывают разных форм, разной массы, разного объема. И рассчитаны они на разное количество ваших гостей. Существуют тандыры меньшего размера, сармат средний, донской, даже которые нужно брать с собой, поехав куда-то на природу. Когда вы привезли свой новый тандыр и первый раз начинаете в нем готовить, то не старайтесь сразу положить в него много дров. Это нужно делать постепенно, потому что в момент первого розжига и приготовления на тандыре обязательно образуются небольшие трещины, так называемые волосяные трещины. Как любая посуда, при нагреве тандыр расширяется, при остывании сужается. Эти трещины потом будут помогать, просто чтобы их не образовалось слишком много, делайте первый розжиг постепенно. И в дальнейшем, после первого появления трещин, они уже не будут увеличиваться. То есть в таком виде, какой он приобрел после первого розжига, так тандыр будет у вас уже служить в дальнейшем годами. Когда мы сделали закладку дров, тандыр, дрова начинают разгораться, тандыр покрывается снутри копоти. Потом в какой-то момент стенки тандыра становятся снова идеально белыми, как до закладки. Это значит, что тандыр набрал нужную температуру для копоти. Одна закладка шашлыка занимает по времени приготовления 10-15 минут, не больше, не больше 15. Может показаться на первый взгляд, что расход дров больше в тандыре. На самом деле, наверное, это не так, потому что в тандыре, протопив его до нужной температуры, раскалив, мы можем сделать 2-3 закладки, приготовить продуктов. В мангал же нам нужно подбрасывать угли постоянно, потому что они достаточно быстро прогорают. И приготовление идет именно за счет тепла, который отдают угли. Тандыр же, набрав температуру стен, позволяет нам приготовить одновременно гораздо больше продуктов. Например, в процессе розжига поставить сверху казан и в момент розжига приготовить на нем плов. А после того, как первое блюдо готово, и тандыр набрал необходимую температуру стен, нужно готовить уже шашлык, овощи, пиццу, лепешки. Если применять не шампуры, а официальные приспособления, решетки нарядные, можно готовить одновременно несколько блюд, получается очень вкусно и быстро. В тандыре можно готовить разнообразные блюда, начиная от классического шашлыка, который все готовят на природе. Сидор, лепешек, пиццы, картошку, овощ, рыбу, птицу. Помимо того, что это интересное устройство именно для приготовления вкусной пищи, тандыр еще является таким украшением для загородного дома, для небольших кафе, ресторанов. Тандыр практически не требует особого ухода. Единственное, как любой глиняный сосуд, он не очень хорошо воспринимает влагу, поэтому его желательно накрывать каким-то влагонепроницаемым чехлом или просто переносить под навес. Готовить нужно на открытом воздухе, нельзя готовить под навесом, потому что высота пламени довольно большая, может достигать больше полутора метров. Готовить в тандыре не сложнее, чем готовить в мангале, даже я бы сказал, что это делать проще, потому что мы независим при приготовлении в тандыре от погодных условий, ни от дождя, ни от ветра. Нам не нужно вертеть шампуры. Сделали закладку продуктов, которые мы хотим приготовить, и просто потом время от времени приоткрываем верхнюю крышку и смотрим, сколько блюдо готово. Можно пользоваться тандыром в любое время года. Готовить в тандыре намного интереснее, чем мы обычно в мангале. Помимо всех своих прелестей, это просто очень замечательный подарок. Если вы раздумываете над тем, что подарить своим друзьям, родственникам, на новоселье, на день рождения, на новый год, тандыр – это отличный подарок. Субтитры создавал DimaTorzok